привет youtube доброго всем времени суток сегодня на интереснейшая тема тема посвященная всем любителям аномальных явлений летающим тарелкам прочей аномальным явлением как видите у меня тут такая штукенция это реплика нло в интернете многие видели уже пытались создать начиная с виктора гребенников даже еще раньше еще со времен древних виманов кто-то уже знает что такое виманика шастра кто-то читал трактата о виманах и кто-то уже может знает о них и кто-то уже знает такого товарища как виктор шауберг вот это как раз вы видите реплика летающей тарелки я попробовал сделать ее и посмотреть что из этого получится так ну краткий обзор по ней мы там видим два диска там два диска видим один вращается на встречу друг другу и вот наша основная цель высоковольтный генератор и прочая дребедель ну что ж давайте попробуем ее запустить сейчас уставлюсь поудобней начинаем запускать первый диск первый диск пошел запускаем второй диск второй диск пошел а теперь самое главное подключаем высоковольтный генератор он нужен нам чтобы создать эффект чтобы создать эффект нулевой гравитации вернее еще даже антигравитацию запускаем наш блокинг генератор этот блок содержит срочный трансформатор от телевизора и такой импровизированный умножитель сейчас минутку запускаем и подключаем наш умножитель есть пошел контакт сейчас минутку сейчас будет намагничивание полей и будет эффект антигравитации нужно подождать несколько секунд надеюсь всем видно немножко не получилось что-то поля перенастроить не могут на или напряжение маленькая но следующий ролик и что-то у меня не получилось а прошлый раз получилось лучше где-то где-то я упустил что-то тут очень много моментов нюансов нужно подобрать напряжение на дисках определенного определенной скорости на приди определенное расстояние между дисками что-то у меня сегодня она не катит не а прошлый раз было лучше а кстати здесь еще неодимого магнита стоит когда идет напряжение большего высоковольтного генератора на двух этих пластинах они вращаются одна на встрече друг другу но эту схему вы наверно уже видели в ю тубе вернее в интернете короче много таких было передач посвященные этим тарелкам летающим тарелкам на нацистской германии и там как раз вот такая схема была продемонстрировать но тут моей некоторые маленькие доработки 5 неодимого магнита несколько штук они усилить должны поле это водишь где-то здесь я пусть что-то упустила начата плохо вместе не работает вчера было лучше или на магничность мнение не то или еще на короче надо надо разбираться в чем дело но в общем следующий видеоролик постараюсь сделать более удачный запуск потому что начало как говорится положено что-то я где-то близко у меня как в секретных материалах и тима где-то рядом а понять не могу что-то упустил ладно следующий ролик будет посвящен более детальному исследованию более подробно обзору попробую запустите на нет на этом барахле видите много проводов торчит она может поэтому не взлетает а попробую в автономном режиме запустить на улице так что подписывайтесь на канал ставьте лайки и до новых встреч а так бы же хотел услышать ваши комментарии пусть даже самые нелестные интересно послушать я общем еще единомышленников которые занимаются летающими тарелками ищем всем прочим и хочу обсудить и книгу виктора гребенникова мой мир там тоже он был рассказывать доброго всем времени суток с вами канал технологии с гаража я алексей сегодня сделаю повторная съемку запуске левитационного диска потому что первого видео youtube забанил потому что много пользователей что-то пожаловались на него и youtube пришел забанить но это конечно жаловались не пользователи нефтяные компании которым что-то не понравилось и сегодня решил повторные сделать полет совершить повторный эксперимент и объяснить некоторые нюансы которые критиковали в в прошлых роликах хочу объяснить сразу вот все это если запихать в диск то получится полноценная автономная модель здесь мы рассмотрим идет качер из коробка с тдкс ником высоковольтная и тут отдельно идет питание на каждое на качер отдельно на тдкс отдельно поэтому приходится иногда снимать клемму с аккумулятора чтобы отключить тдкс ку во времена сильного перемагничивания происходит завал параметров из тарелка падает как у меня было само первом моем видео потому что я не учел этого момента что на магничность дисков она на определенном моменте дает сбой параметров и поэтому время от времени приходится отключать ее второй момент который у меня просили это помахать палкой до сверху вокруг обойти и прочее но саму посадку и в момент я буду снимать несколько этапов то что взлет получится очень долгим но мне не смогу поймать его потому что мне приходится долго навозить с настройками приходится где-то тут узнать и полчаса или минут сорок так будет отвозиться настраивать параметры и получится немножко затянуто а вот саму посадку и и просто отключить один из блоков и все сразу идет завал параметров и схема начинает уже работать не так как надо и диск падает но он шлепнется с большой высоты так что придется пожертвовать схемой сама она как видите у меня не очень-то надежно удалось мне достать этот металл единственное что который дает вот этот левитирующий эффект как обратите внимание у него структура как у подкрылки жуков да и при вращении он создает такой резонанс поля который создает этот эффект раздвигания эфира сегодня попробую сделать его более так сказать зрелищные доступны если еще у растут youtube удалит я сохраню видео перезалью если кто-то будет жаловаться что интересно что мне даже стали угрожать даже пользователь я вот честно говоря сам удивился мои подписчики которые некоторые стали мне угрожать я честно говоря удивлю шоке ребят ну ладно посмотрим что из этого будет и так я пошел настраивать диски и второй эксперимент по левитации диска начинается ну вот запустился сделала они некоторые настройки сейчас она на таком расстоянии пока будет дальше провода не пускает сейчас вы видите я покажу вам кое-что смотрите внимательно диски идут видите три провода идет высоковольтные от качера и питания дисков сейчас вам покажу что там ничего нет так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот. Взлет у меня в полном объеме не получился заснять, но посадку сейчас увидите. Для этого достаточно отключить ТДКС-ник. Клемму с аккумулятора снимаем. Здесь три разных питания. Отдельно на качер, отдельно на те диски, которые вращаются. А вот этот аккумулятор питает только ТДКС-ку. Снимаем клемму. Сейчас диски размагнитятся. На какой-то секунде они упадут. В прошлом видео, первый мой полет, когда я использовал, он не упал. Сейчас я вам... Увидите. Более подробно. Сейчас на каком-то срыв будет. Все. Долбанулось. Не знаю, повредился он или нет. Но только чисто из-за пожелания подписчиков. Хотели и посадку. Взлет не получился. Ну, ой. Ничего, вроде, сильно не пострадал. Ну, ладно. Ну, что. Маленькая, но победа. Осталось только решить проблему стабилизации полета. И горизонтальный полет. И все. И можно... И можно уже будет летать. Ну, если к тому времени меня YouTube не грохнет. Не YouTube, а сильный мир всего. Ну, вот. Если удастся все это разместить сюда, то, значит, можно уже делать по пилотам. Вот здесь вот диск. Здесь нужно разместить. И здесь. И посередине кресло пилота. Если такие три. Я еще посмотрю, как проходят границы. Если они совмещаются. И друг друга не нейтрализуют. То может, значит, уже делать полноценный корабль. Вот. Друзья, если вам понравилось видео, поддержите, пожалуйста, канал. Пересмотрите мои ролики. Кликните на рекламу. Это вам ничего не будет стоить. Но вы сами не представляете, как вы мне сильно поможете. Если она собирает деньги, я сделаю более такой аппарат, который может поднять человека. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. С вами был Алексей. И канал Технологии из гаража. Чистого неба и высоких стремлений. Пока-пока. Ну, а теперь, друзья, перейдем к практической части нашего эксперимента. Сейчас я вновь вам продемонстрирую релевитацию диска, только у себя дома. И для того, чтобы вас убедить, я покажу вам кое-что. Я просто на него накину сверху вот такое вот кольцо. Шланг. Кольцеобразный. У вас все сомнения отпадут, что это лес. И как год назад, помните, снимал, здесь вот проходила моя тень, здесь была аппаратура, которую я регулировал. Вы впервые видите приборы, которых я не показывал на этом. Вот это вот индикатор гравитационного поля. Я его при помощи него настройки делал. И вот наш диск. Ну вот, то же самое, тот же дом, та же квартира, вернее, комната. И так же, как год назад, в этом же месте я проведу повторный эксперимент. Ну вот он, наш диск. Я не снимаю с близкого расстояния, когда он включается, для того, чтобы не глючил телефон, вернее, айфон. Потому что мои электронные часы и другая электроника во время работы диска отключаются с близкого расстояния. Вы знаете, феномен NLO то же самое повторяется, однозначно. Потому что когда NLO появляется, отключаются и машины останавливаются, и мотоциклы, вся электроника, радио, и все прочие приборы. То же самое с айфоном. Вот мой диск. Кто-то думает, что я замаскировал дрон. Нет. Ничего не замаскировал. Все то же самое. Это не вентиляторы, это два диска. Те же магниты. Ну вот. Старайтесь поудобнее, сейчас я сделаю. Ну, я пропущу вот этот долгий процесс, как говорится, настроек. Я вам покажу только сам взлет и накину кольцо. Потому что нет смысла сидеть несколько, столько времени ждать, пока я настройки сделаю. Так что вот, где-то с этого расстояния опять. Думаю, отсюда, думаю, будет видно. Или вот так вот даже. Сейчас. Сейчас я подготовлюсь и начнем. поймаем момент отрыва. О! Начинается, начинается. Сейчас, сейчас поймаем момент отрыва. Пошла, 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 пошла. Есть! Есть! Сейчас, сейчас, сейчас. Зафиксируем, попробуем. Попробуем стабилизировать положение, чтобы не шаталось. Сейчас, минутку. вот это кольцо сейчас пропустим через этот вверх. Как видите, тут нет разрывов, ничего. Сейчас я макинесу. Ну вот. Есть! Летит! Итак, убираем клемму. надо постоянно регулировать. Вот она все висит. Она даже смотрится, как НЛО домашняя гравитцапа. Сейчас убираю клемму с скачера, и она сейчас долбанется. Не так быстро, правда, медленно. Все убрал. Сейчас ждем. Минутку. Есть! Есть! Дounско. Телефон. Минутку. Теперь мы Продолжение следует... Привет, друзья! Снова с нами я и канал Технологии из гаража. Не смотрите на бардак. Это не бардак, это творческий беспорядок. Сегодня опять попробуем поэкспериментировать с левитацией. Но речь пойдет не об этом диске. Я тут уже его подделал, у меня расхлябанный был, болталось все. А сегодня мы протестируем вот этот вот диск. Давно я его хотел протестировать. Как видите, здесь обычный металл. Не текстурированный алюминий, а обычный металл. Здесь то же самое. Сегодня хочу попробовать запустить его. Собран по старой схеме, но с другими материалами. Как себя поведут они, пока не знаю. Ну, начнем. Какое-то время идет опять на настройки. Я, допустим, пропущу некоторое время. Сейчас пошел разгон дисков. Запускаем наш. Качем. Ага. Схема заработала. Диск набирает обороты. Сейчас начнем регулировки. Извините, но придется немножко отключиться. Два часа, не знаю, полтора. Ну, не два, там. Около часа с лишним. Придется вот... Настраивать частоты полей. Пока устраивайтесь, поудобнее посмотрим, что нам даст. Через некоторое время снова включусь. Продолжение следует... 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 и сегодня я буду пропускать эти обручи через диск ну так устраивайтесь поудобнее начинаю съемку но друзья долго тут вожусь на стройками приходится приходится тут синхронизировать резонанс торсионных полей с гравитационными волнами земли вот самое сложное поймать этот скважность импульса к чернике вон сейчас попробую еще одну манеру и так попробуем еще раз смотрите внимательно сколько времени прошло кажется понял как все есть 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 отрыв есть пошел пошел как он будет я попробую стабилизируется такой высоте чтобы можно было пропустить через него кольца и так минутку сейчас она стабилизирует поменьше где-то вот так вот примерно то такой да на такой высоте и сейчас минутку сейчас я покажу мухой что наступает момент истины сейчас я пропущу кольца смотрите и в этом шлеме давайте-ка подойдем поближе ну вот извините друзья не получилось снять в полной объеме что закончилась карточка памяти я не посмотрел стер некоторые эти моменты а тут приходится пока ловил с востройками все память сожрала ну зато момент истины сейчас вам покажу это пропущу через неё обруч прямо прямо ближе близкого расстояния давайте вот более вот это вот Продолжение следует... 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 Всем видно. Вставай камеру. Вроде нормально. Вроде нормально. Вроде нормально. Продолжение следует... Продолжение следует...